Можно ли собакам орехи, арахис и миндаль? Любителей домашних животных часто интересует, можно ли собакам орехи или они несут лишь вред. Существует мнение, что продукт нельзя включать в рацион собак. Действительно есть орехи, которые лучше не предлагать животным. Существуют и безопасные, кормить которыми можно, но в малых дозах. Полезны или вредны орехи для пса. Несмотря на то, что многие собаки любят орехи и хозяева используют их как лакомство, поощряя питомцев, увлекаться ими не стоит. Пользы для животного они не несут. А вот к плачевным последствиям приведет их чрезмерное употребление. К тому же некоторые орехи находятся под запретом, их не стоит давать животным даже небольшими порциями. Они провоцируют аллергию, панкреатит и мочекаменную болезнь. Разнообразие орехов Запрещенные и разрешенные орехи Собакам можно давать орехи изредка как угощение. Но лучше использовать вместо них другие продукты, например фрукты. Они также богаты витаминами и микроэлементами, но не нанесут серьезного вреда пищеварению. Мускатный Мускатный орех входит в список запрещенной пищи для собак. Даже если питомец съест несколько штук, это может иметь катастрофические последствия. Псы реагируют на него дрожью, параличом конечностей. Самый плохой исход, кома способная привести к смерти животного. Арахис Можно ли собакам есть арахис? Сырой орех, тяжелая пища, он тяжело усваивается. В жареном виде он вреден, особенно соленый. Можно иногда предлагать немного арахисового масла. Главное, чтобы оно не содержало соли. Нельзя давать продукт псам, у которых диагностированы заболевания желчного пузыря и почек. Обратите внимание, нежареный арахис многие собаки едят без последствий. Он считается достаточно безопасным, но приводит к развитию аллергии. Распознать негативную реакцию помогут следующие признаки. На коже появляются пятна. Пса беспокоит зуд, с которым он пытается справиться постоянным чесанием. Нарушается дыхание, возникает кашель. Расстраивается пищеварение. Собака становится вялой, отказывается от еды, может снизиться температура. Фундук Фундук предлагать собакам нельзя даже в маленьких количествах. Он славится тем, что содержит большое количество железа. Это является фактором, провоцирующим образование камней в желчном пузыре питомца. Грецкие Грецкие орехи известны высоким содержанием витаминов, а также фосфора, йода, магния, калия. Но полезны они лишь для людей. Обратите внимание, псы часто травятся грецкими орехами, что приводит к печальным последствиям. Особенно опасно, если питомец съест орешек вместе со скорлупой. Кешью Кешью относится к орехам, которые можно давать питомцам небольшими порциями. Главное, чтобы у животного не было индивидуальной непереносимости. Кешью богат магнием, содержит кальций. Но это не значит, что нужно ежедневно угощать им собаку. Он калорийнее арахиса, но если сравнивать его с миндалем или пеканом, содержит меньше жира. Однако чрезмерное его употребление приводит к раздражению кишечника, по носу. Бразильский Бразильский орех не стоит давать собакам. Его поедание провоцирует диарею. Но если пес съест один орешек, то к негативным последствиям это не приведет. Фисташки Фисташки негативно влияют на здоровье и самочувствие собак. Они находятся в скорлупе, которая обычно приоткрыта. Если на ней образовалась плесень, то она может попасть и внутрь, оказаться на самом орехе. Часто для человека это остается незамеченным. Так вредные вещества попадают в организм питомца. Они оказывают отравляющее действие, способное привести к поражению нервной системы, судорогом. Производители обычно подсаливают фисташки, ведь это продукт для людей. Собакам же нельзя есть такую пищу. Кроме того, фисташки достаточно жирные. Поэтому их поедание может привести к панкреатиту. Фисташки Макадамия Макадамия Макадамию опасно давать животному, даже 5-6 штук могут привести к отравлению. Симптомы и последствия интоксикации достаточно тяжелые. Слабость Нарушение координации движений Учащение сердцебиения Дроши Судороги Паралич конечностей Желуди Желуди нельзя есть собакам категорически. Запрет распространяется не только на плоды дуба, но и его листья и кору. Они содержат галатанины, способные отравить питомца. В результате их попадания в организм развивается почечная недостаточность. Кедровые орешки Кедровые орехи признаны одними из самых безопасных для питомцев. Но не стоит давать их ежедневно. Обратите внимание, вреда не принесет только умеренное кормление орехами. В противном случае возможно усиление газообразования и набор веса. Пекан Пекан – очень калорийный продукт. Не нужно предлагать его питомцу. Если животное съест парочку пеканов, его здоровье не пострадает. Но в больших количествах приводит к диарее и сильнейшей интоксикации, способной спровоцировать летальный исход. Арахисовая паста для собак Арахис для собак не находится под запретом. Для животных опасен ксилит, зачастую входящий в состав пасты. Из-за него растет уровень инсулина в организме животного, что в итоге вызывает печеночную недостаточность. Также арахисовая паста может быть соленой, что может привести к отравлению животного. Пес ест арахисовую пасту. При избыточном употреблении соли у животного наблюдаются. Постоянная жажда. Учащенная мочь и спускание. Вздутие. Живота, понос и рвота. Повышенная температура. Могут возникать судороги. Если арахисовая паста несоленая и не содержит ксилита, понемногу давать ее питомцу можно, обязательно наблюдая за реакцией. То же касается миндального молока, которое наряду с мукой получают из светло-коричневого ореха. Если в его составе нет шоколада, карамели и других ингредиентов, придающих ему сладкий вкус, немного дать питомцу разрешается. Кому противопоказаны орехи. Некоторым питомцам орехи давать запрещено. Щенкам в возрасте до пяти месяцев ввиду незрелости пищеварительной системы. Беременным самкам, чтобы исключить дополнительную нагрузку на организм. Псам склонным к аллергическим реакциям. Болеющим животным. Ослабленный иммунитет нужно поддерживать, тяжелая же пища лишь усложнит его работу. Собакам с заболеваниями почек, желудка, кишечника. Самкам, выкармливающим потомство, с осторожностью дают кешу или кедровые орешки. Их разрешается использовать, чтобы усилить лактацию. Важные моменты. Давать орехи собаке можно, главное, чтобы они входили в список разрешенных продуктов. Не стоит рисковать здоровьем питомца. Лучше заменить лакомство на другое. Мало того, что орехи достаточно калорийные и их чрезмерное употребление приводит к ожирению, они еще и тяжело усваиваются. Поэтому, чтобы порадовать собаку, достаточно несколько ядер орехов, не приводящих к негативным последствиям. Обратите внимание, самыми безопасными считаются кешью, арахис и кедровые орешки. Но давать их каждый день не стоит. Даже они расстраивают пищеварение и вызывают воспалительные процессы, в частности поджелудочные железы. При кормлении нужно помнить о рекомендациях. Собакам нельзя жареное и соленое. Орехи необходимо очищать от скорлупы и следить, нет ли на них плесени. Питомцам, у которых до этого наблюдалась аллергия на продукты питания, не стоит предлагать даже безопасные плоды. Мнение о грецком орехе. Один из самых нежелательных продуктов для собак – грецкий орех. Есть ряд причин, доказывающих их опасность для животных. Пес может проглотить его целиком или жевать вместе со скорлупой. Такое случается, если животное случайно найдет его на улице. Подобное часто провоцирует непроходимость кишечника. Орехи содержат большое количество фосфора. Для собак это может сказаться образованием камней в мочевом пузыре. Не всегда заметно, какого качества орехи под скорлупой. Если хозяин окажется невнимательным, пес проглотит залежалый плод, а хуже того – плесневый. В последнем случае он может отравиться, яд вызовет судороги, в худшем случае – паралич. Грецкие орехи. Опасность употребления орехов. Вред причиняет не только чрезмерное поедание орехов, но и возможность несчастного случая. Так плод может застрять в горле животного. Ядрышки часто используют как лакомство, поощряя животное во время тренировки. Бегая и прыгая, собака может подавиться. Попадание ореха в горло. Если собака подавится, это будет заметно по ее поведению. Ее дыхание изменится, разовьется кашель. Если пес начнет задыхаться, появятся хрипы и сипения, посинеют слизистые оболочки, нужно помочь питомцу избавиться от плода. Когда он небольшой животное сделает это самостоятельно. Необходимо вызвать у собаки глотательный рефлекс, для этого дать ей воды или помассировать горло. Велика вероятность, что орех проскочит. Обратите внимание, чтобы вызвать рвотный рефлекс, помогает соль. Ее в небольшом количестве насыпают на корень собачьего языка. Помогает и встряска пса. Подобным способом избавляются и от сухого корма, попавшего в дыхательное горло. Животные берут за задние лапы, поднимают, и трясут, пока инородное тело не выскочит. Чтобы понимать, можно ли орехи небольшим собакам, шпицу или чихуахуа, а также крупным питомцам, нужно знать о последствиях, которым они могут привести. В первую очередь необходимо учитывать высокую калорийность и жирность продукта. Некоторые из орехов при чрезмерном употреблении приводят к печальным последствиям. Другими можно кормить в небольших количествах, используя их в качестве лакомства. Но в любом случае нужно проявлять осторожность, наблюдая за реакцией питомца.